Так, прибыли мы с Ларисой после судебного заседания в магазин вот такой новый у нас. Galaxy называется торговый центр. Нам вообще нужен нашант. Обещали нам тут бензин на халяву. Ну не на халяву, ну подешевле, чем на заправках, канистрах. Сейчас если увидим, сниму обязательно. Мы сейчас пошли смотреть его, бензин в канистрах. Пять лет, по пяти лет. Пяти метров. Мы, кстати, еще и были когда-то, но только не садом входа. Что-то с ним случалось же, да? У него тут у этого торгового центра крыша обваливалась. Сейчас зайдем, она обвалится. Вообще снега нету, не должна. Давай, покажи, как здесь. О, тут нифига себе. Водопадик. Камешки такие. Реклама торгового центра. Лифт, чтоб ножками не ходить. Как скалата. Эскалата, да. Лифт эскалата. Веный. О, веный. Водопад. Констант, констант. Ну все, мы в Европе. Это водопад? Да, водопад. Искусственно. Так, так ты, да. Мы не думали, что продукты могут быть на втором этаже. Ты как думаешь? А на каком? Ну, на первом. На первом. Давай обойдем, раз уж пришли. Сейчас обойдем быстренько, посмотрим. Экскурсия, да? О, коридоры. Это туннели для засасывания денег. Давайте денежки несите, несите. Видишь, как здесь все модно и стильно. Ну да. От того, что здесь модно и стильно, у меня в кармане не за это. Не зашелестит. Ты наоборот денежки сюда принесла. А, ну да, пошли. Лавочка такая. А мы с тобой когда в Новосибирске видели, сбылись. И там такие стоя. Вот, блин, сбыла. Как называлось это? Как этот магазин-то назывался? Как разменяйся здесь. Ну большой. Метро или как? Нет. Да фиг его знает. Какая тебе разница? Забыла. Давай, думай не про Новосибирску. Думай про Барнаулу. Я прям как будто в Америке живу. Жизнь хороша, пьешь не спеша. Тогда пьешь не спеша, да. Ну да. Пойдите. Быстро. Попробуй. Попробуй. Ну, на шан. Что ты говоришь? На втором этаже. Мне интересно просто. Видишь? А там тоже на втором, по-моему, на высоте. Не, тут, там нет этажа. Там парковка, наверное. Ага. Вот. Идем в правильном направлении. Мы с тобой как итальяна, руси еще, обликом морали. А вот что у нас с ними связано? И связывает? С Италией? Ну, а эмоциональность наша? Сибирские, сибирские итальянцы, короче. Немножко мы сейчас эмоциональны после суда с работодателем. Поэтому вот так как-то. Давай возьмем телегу. Чего мы ее таскать будем, корзину? Да у меня, наверное, десятки нет. А у меня, по-моему, есть. А, нету. Яблоко. Ну, покажи. О, охранник, покажи, скажи, яблоко отпечу. Ну, я все равно туда пойду, чтобы заходить или сюда. Ну, сюда же надо. Что, берем корзину? А, 10 рублей. Это выход или вход? А корзина без денег? Да, вон, давай корзину. А если я с яблоко нечего? Ну, где его здесь купить? Ну, я не смогу, если я его мешочек выберу. Вот такой мешочек. Пошли, короче, ешь по дороге. Ну, я ведь здесь не брала. А почему она на ножках, наверное, катающаяся? А вон, катающаяся. Вот, вот, одну. Вот, надо же поставить. Вот эту, наверное? Ну. О! Может, еще вниз? А что там? Надо, я сейчас хожу. А, вот эту картинку не надо платить 10 рублей. Просто берешь и катаешься. О, она легенькая. Так вот, нам брать не. Да, мы что тут? Три сухаря, да. Две морковки. Тут, кстати, морковка дорогая. Бомж обедываем. Будем делать бомж обеды. Смотрите на наш канал. Ну, что за бомж обеды? Да, бомж обеды. Дешевые. Сухарит, смотрите. Ну, ничего себе сухарит. 22 и, я так сказать, 49. А что за сухарит? Дороговатые. 22 килограмм, да? Дальше по трешке были, да? Угу. Ну, да. Что-то подорожали. Ну, сколько вот это стоит? 11,31. Ну, что, возьмешь? Ну, кстати, тебе ржаные, может, поубираешь, можно. 500 грамм. Пойдет? Пойдет. Давай, возьмем сухарь. Побалываем себя сухарями. Так, так, так. Well, well, well. Что-то как-то народа здесь нет. Вот он берет, взвешивает всякую фигню. Кто? Кто? Это круассан без ничего? Круассан. Или берем? Ба круассана. Тебе нельзя. Ну, мы берем. Берем или не берем? Мне нельзя. Берем. Тебе же можно. Пока есть. Давай. О, а ты за 70 брала на базаре? Нет. За 70 рублей у нас на Алтайске. Вот, буквально позавчера брали. А здесь 119. Ну и что? О, а он подешевле или нет? Нет. А, это одна штука, да? Это одна упаковка стоит. Одна упаковка. А сколько в упаковке? 600 грамм. Это значит, получается... 120 рублей, 121. Нет, меньше. Это же 600 грамм, не полкилограмма. Ну, пусть 110. Дешевле, чем здесь. Это типа 119, да? Я не хочу такие огурцы. Я хочу вот эти. Все, берем подороже. Мне можно огурцы? Да. Все, отлично. Я сегодня зашел в Мариюр, а там не было огурцев. Какой там номер, посмотрите. Здесь номер 75. 75 клавиша. 75? Да. 119, это цена их. 119, 89. Огурцы иноплодные? Ну, 75-й номер. Окей. Какие огурцы? Иноплодные какие-то? Или оплодные? Иномарочные. Иноплодные. А где? А вот. Вот на 67 рублей. Хоп. Так, дзинк. С нашего счета. Включил. Цветочки продают здесь, смотрите. Ошан. Ошан. Слушай, мы пришли за бензином. Пошли искать бензин. Пошли, пошли. Пройдемся. Потом вернешься. Ошан. Второй магазин в Барнауле. Ну, вот смотрите. Выгодно продавать даже. Достаточно недорогие товары. Выгодно. Бьющий бензин в канистры. Говорите, это шутка, да? Это шутка чья-то. Конкурент, как сари, все. А что, наоборот, они к вам прислали покупателей? Конкурент. Так, ну, конечно. А некоторые у нас материат говорят, это ваши проделки. Ну, я вот заехал за бензином. Что бы упало рекламу, как вы это делаете? Ну, рекламу вообще, но в Сашан рекламу не сделает. Из-за бензина заехал, а теперь, видите, что-то купим. Ну, вот хорошо. Спасибо конкурентам вашим. Ну. Или менеджерам, да? Да. То есть это была шутка по бензинам. Мы еще удивились. Дима, Дима, для тебя, говорю, видишь, шутка. Так он сам видел? Ну, не знаю, он мне сказал, что да, есть. Я же ему звонил. Да, Димка, звонил же я тебе. Смотрите, продают технику. Вот такая мясорубка с наклоном. Еще и прозрачная. С пластикой. Первый раз вижу такое решение. Ну, наверное, есть, просто я неграмотный в этом отношении. Ящички. О, а это что за ящик? Оба-на! Так ты прочти сначала, что это такое. А что это? Фритюрница. Фритюрница. А что значит фритюрница? Ну, наверное, картофель фри, кабачки фри, там что-нибудь фри делать. Готовить там? Да. Туда угли ложить или что? Какие угли? А что? Может быть, фритюрница с маслом. Я ливаю от масла или плитка. Это весы, да? Или что? Плитка. А, плитка. О, смотри, какая классненькая. 2,800. Я отстал. Отстал я, отстал, да. Ой, ешенький блогер поганый. Отстал от всего. Вот это батутик для Алекса. 3,300, нет, для детей. Классно же. Ну да. Алекса, наверное, подороже это. 300, это что получается? Это что, 50 баксов, что ли? Ну да. Да ну не может. Самокат, самокат это, да? Да, да. Почти велосипед. Пойдем, я беру, я беру, я беру, я беру, можно что-то поставить. Конечно. Вот оно. Батут, 10,800. Это 100, 100, почти 50, нет, 150 нету, 140 долларов. А может и есть. Есть, 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 что-то я, если по 62, это 100, 600, 200. Почти 200 долларов. Ох, нифига себе. Как он есть? Ой, стоит. 14. Ошан, байки. Девчонки и мальчишки снимаю, потому что чуть-чуть еще осталось зарядки. Не знаю, намного ли хватит. Так что если привык, не серчайте. Ну что, Варис, пошли за хавчиком. Варик, бомж конфеты берешь, да? Почему бомж? Ну потому что мало, так же говорят. Потому что тебя нельзя. Бомж, у нас бомж тележка, видите? Можно было две поставить, но мы одну. Хватит нам. Так, мне печенье нельзя, Варисе можно. Значит, берем в два раза больше. Почему ее взяла? Ну все, давай. Ты попробуешь тоже? Давай, давай, давай. Мне разрешат уголочек откусить. Есть. Так что, оно земляничное, что ли? Из земли, что ли? Ну что, точно земляничное. Нет, из земляники. Ага, из ягоды такой? Да. Что это? Изюм? Это шиповник сушеный. Так он, смотри, цена у него дороже, чем у изюма, да? Или нет? Ну где ты видишь? Ну ты изюм, вот, посмотри, 111. А шиповник 182. Он здесь растет, да? Да, шиповник это местная культура. А изюм надо привезти еще, высушить там. Офигеть. Ну, да вот, есть изюм 425. Это был самый дешевый. Ну, а ты что, шиповник самый дорогой взяла? Ну, больше нету. Ну, вот. А вот это что-то было. Не знаю, что там написано. Что, это шиповник нечего? Ну, что себе финики 359 рублей. А я по 120, а вот по 93. Финики по 93? Вот 224 и 359. А в чем разница? Это бомж финики. Как ты любишь говорить. Бомж финики. Сейчас пойдем рыбу покупать. Я хочу приготовить скумбрию. На луковой подушке. Да, мне очень нравится. И так же хочу с грибами фаршированы. Тоже. Ну, вот как вот все, пробки купишь. Что тут что? 255 за килограмм этих шампиньонов. Ну, слеже. Ну, а воду покупать смысл, да? Ну, да. Вот 155 рублей из грибочки. Угу. Ну, наверное, я ее и возьму. Только тут. 500 грамм. Слепошара. Морковь 29,50. Морковь мытая 47,91. Морковь мытая 88. Ого. Стекла 51. Посмотрите, такой мощик ездит. Я прям позавидовал. Хорошая. А вон мешки же висят. Хорошая профессия, смотрите. Гоняет по залу на машине. Ну, это как в том анекдоте. Мужик попал. В рай. Там, короче, отдыхают все, птички поют. А он курил всю жизнь, бухал. Думает, ну-ка, посмотрю, что там в аду. Раз, открывает дверь. А там черти. Сидят, курят. И с ними мужики все курят, балдеют. Он говорит, о, нормально, нафиг мне этот рай, пойду я в ад. Зашел, закурил. Забегает главный черт и кричит. Кончай перекур, начинай приседания. Вот так и здесь. Мойщиком устроишься. А потом это. Окажется, ты уже не мойщик. И подносчик. И все в одном лице. Вот спрашивает, Лариса, когда скумбрию поймали. В каком году? Неизвестно. Я даже спросила день. Слушай, а селедка? Мне нужна скумбрия. Тоже тогда живой? Да. Так, вот это вот пойдет. Вот это тоже пойдет. Вот это вот не надо. Уж вместо нее должен быть в среднем. Ну, вот так. Ну, три штучки. Наши же это по головке тоже гладят. А кто видит? У меня камера по стороне ставит. Вы же в радости, да, вам по головке, чтобы погладили. Да нет, я не в радость потом, по премии. Много снимай, премии? Ну, если папу любят, да. Ну, сколько в деньгах? Может, это три рубля. Три рубля есть. А что, всего шесть платить? Это премия. А, премия сейчас. А всего? Ну, это вопрос. Это секрет. А, что боитесь-то? Секретная информация. Не, может, я хочу устроиться. Устройся на Рыбу, вот потом узнаешь. Будто тебе тут пальчиками пикать. А вы заняли это до пенсии? Да. Проходить не собирайтесь. Там написано 218,6. Это неправильная цена? У тебя сколько? То есть у меня как за оконечок 432. Ну, как, цену прокутал. Ну, брать или ничего нельзя? Еще нельзя? Еще премия горит пока. Ну, спасибо тебе. Теперь можно цену узнать. Давай, шесть, молодая, наверное. Двесть, два, три. Ну, я же слепая. Мне очень много штук надо. Ну, на одно блюдо, другое на другое. Ну, я же не могу ее заморачивать. Ладно. Сначала на муковой подушке. Да. Отдельно. Отдельно. Так как ее уже разморозили, я что, ее хочу, чтобы снова заморозить? Ну, что, теперь она твоя. Что, хочешь, ты ее делаешь? Ну, она же будет невкусная. Хочешь, заморозила, хочешь, разморозила, хочешь, съела, хочешь, выкинула. Да, хочется порассуждать. И ем всего валом. Только кусается все. Такая цена. Ну, такие дела. Ну, это ты не был в другом магазине, например. Такой у нас там дорогой магазин же есть. Там еще дороже, да? Да. Это же самый... Это мы в Ашан. Пошли. Ну, самый большой дешевый, мы любим. Давай, заходи. А тут сейчас пакетами не дают в таких мешочках? Мы так уже давно не были. Вот типа таких можно? Нет, бесплатные. Нет, бесплатные. Ну, я-то думаю, зачем мне это снять? Нет, нет, вот же маечки, да? Два рубля, два рубля, но меньше. Можно у вас приобрести, но важно. Говорит, я не выкладываю вместе с корзинчиками, так? Нет. Все, бесплатные пакеты закончились, да, в Ашане? Если я 10 килограмм взяла, то он выдержит. На, подержи, корзинчик. Да, что Ашан, что лента. В ленте просто сразу деньги на кассе берут, а здесь надо еще самому оплатить по эти такие терминалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Захожи Я не знаю Зови кого-нибудь Ну стой с карточкой Ну давай Смотрите, карточку засунули А куда нажимать, не знаю Плошары, потому что Сейчас вот девчонка придет Девчонка заскавит Нажимайте на мониторе Давай я туда с ней А потом сюда Водитель Да-да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова